8 февраля ночью жители Саранска просыпались от ощущения собственного замерзания. В квартирах температура воздуха резко снизилась, за окном минус 21 градус, никто не знает, что случилось. На единую дежурно-диспетчерскую службу обрушился шквал звонков. Люди пытались понять, что происходит. В домах с каждой минутой становилось все холоднее. До полноты картины необходимо еще добавить, что в микрорайоне ТЭЦ-2 к тому же не было и электричества. Люди в темноте срочно искали теплую одежду, звонили соседям и знакомым, чтобы узнать нерадостную новость. ЧП коснулось большей части Саранска. Из-за остановки работы группы насосного оборудования Саранска ТЭЦ-2 произошло снижение параметров теплоносителя. Наши специалисты оперативно организовали устранение последствий этого инцидента. Работа ТЭЦ была восстановлена в короткий период. Жители Химаша, случившееся, воспринялись особым негодованием. Около недели назад им пришлось столкнуться с полным отсутствием воды. Тогда шли ремонтные работы на станции Пензятского водозабора. Очередное коммунальное происшествие не добавило им оптимизма и укрепило собственное мнение о качестве предоставляемых коммунальных услуг. Проходим практически по каждому дому, проверяем параметры, отрабатываем каждую жалобу. В настоящее время, повторюсь, работа оборудования ТЭЦ восстановлена в том режиме, который был восстановлен еще с утра. Повреждений теплоснабжающего оборудования, разрушений или еще чего-то нет. ТЭЦ работает в нормальном штатном режиме. В официальном паблике администрации Саранска указано, что отключение теплоснабжения произошло из-за аварийного прекращения подачи электроэнергии технической фирмой ВАД. Я хочу сказать, что тепловая инспекция мордовского филиала «Энергосбит плюс» с самого раннего утра взаимодействует с каждой управляющей компанией, с их специалистами. Мы мониторим каждый час параметры теплоносителя как на местах, так и через нашу систему АСТКУ, которую ранее мы восстановили и которая в автоматическом режиме передает нам диспетчерские параметры, фактически которые есть на границе раздела. Было объявлено, что все снижение параметров носителя фиксируется по показаниям приборов учета. Соответственно, все поставленные объемы теплоэнергии и будут выставляться к оплате, а за подтвержденную некачественную поставку будет сделан перерасчет. Евгений Волков, Александр Зюзяев. Наши новости.